Видимо, не все рады солнечной погоде. В летний период тонированных автомобилей по статистике ГИБДД на дорогах становится больше. Потому и инспекторы усиливают свое внимание к ним. Очередной рейд по выявлению нарушений требований технического регламента дорожные полицейские провели в пятницу на улице Маяковского областного центра. Данное мероприятие направлено на то, чтобы очередной раз ознакомить водителей и напомнить им о том, что данное нарушение предусмотрен штраф 500 рублей. И если водитель отказывается устранить нарушение, то на него помимо штрафа составляется еще требование об устранении нарушения. Движение на Маяковского одностороннее. В потоке легко выявить и остановить предполагаемого нарушителя. Первоначально инспекторы определяют светопропускную способность на глаз. Но окончательный вердикт – за специальным поверенным прибором. 0,02 0,3 0,2 0,75 За неполных пять месяцев этого года инспекторы выявили в Иванове больше двух тысяч подобных нарушений. Несмотря на строгие правила, любителей закататься в круг по-прежнему много. Во-первых, это безопасность. Ну, в первую очередь. Допустим, не дай бог, отлетит камень в боковое стекло. Стекло не высыпется в салон. Во-вторых, от солнца защита. То есть, допустим, есть, ну, маленькие дети ездят в салоне автомобиля. То есть, ультрафиолет сами знаете, как влияет на кожу. Внешний вид, что самое главное. Ну, не самое главное, но одной из составляющих. То есть, то, что сейчас тренировка под запретом – это ошибка? Я считаю, да. То есть, в принципе, здесь ничего противозаконного нет. Инспекторы с этими доводами тенелюбивых автомобилистов не согласны. Опасно, потому что это препятствует все равно управлению транспортным средством, препятствует обзору со стороны водителя. И многое ДТП происходит по данной причине, потому что транспортное средство по той иной причине было затонировано, либо нанесено покрытие, а также имеются и сетки у нас. В результате рейда инспекторы выявили 22 нарушения. 16 автолюбителей сняли тонировку на месте. Остальным выданы постановления об устранении. Если спустя сутки они еще раз попадутся с пленкой, санкции будут куда серьезней.